Здравствуйте! Это суть дела. Принадлежащий ВЭБ-РФ, НМТЕХ, при поддержке Минпромторга, нанял несколько десятков специалистов из тайваньской компании UMC, третьего в мире производителя полупроводников. Им предложили конкурентную зарплату и переезд в Россию с семьями. Кадры нужны для запуска нового производства на базе обанкроченного завода «Ангстрен-Т». Участники рынка считают решение удачным. Оно поможет наладить трансфер технологий на фоне дефицита специалистов. Минпромторг совместно с ООО «НМТЕХ» со стопроцентным участием капитала ВЭБ-РФ и общим уставным капиталом более 54 миллиардов рублей рекрутировал несколько десятков ключевых специалистов тайваньской UMC, третьего в мире производителя чипов. «Речь может идти об инженерах-разработчиках печатных плат, конструкторах и схемотехниках». 266 миллиардов рублей потратит Россия на развитие электронной промышленности до 2024 года, заявил премьер-министр Мишустин в марте 2020 года в Госдуме. Вопрос найма ключевых зарубежных специалистов в этой области обсуждался еще в прошлом году на межведомственных совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Предлагалось предоставить им льготную ипотеку на жилье, конкурентную зарплату, полный соцпакет, а также организовать перевоз их семей в Россию», говорил он, уточняя, что ввоз иностранных сотрудников начался летом, а сейчас с ними заключают долгосрочные контракты на 5 или 10 лет. По словам одного из топ-менеджеров крупного российского производителя электроники, зарплата ведущего специалиста в этой области на таком предприятии может достигать 20 тысяч долларов в месяц. О том, что НМТЕХ запустит новое производство микроэлектроники на базе завода «Ангстрем-Т», который ранее принадлежал экс-министру связи Леониду Реймону, стало известно в июне. У «Ангстрема-Т» непростая история. С 2007 года 100% предприятия принадлежало кипрской «Руника Инвестментс». Для запуска производства с Дрезденским заводом АНД был заключен договор на покупку сотен единиц фотолитографических установок. В апреле 2008 года ВЭП одобрил компанией кредитную линию на 815 миллионов евро на закупку оборудования под залог 100% акций и имущества. Технику отгрузили на склады в Голландии. Запустить завод мощностью 15-20 тысяч пластин в месяц планировалось еще в 2013 году. Но во время кризиса 2008 года ВЭП заморозил кредитную линию. В 2011 году в состав акционеров предприятия вошел бывший министр связи России Леонид Реймон. И в том же году кредитная линия была разморожена. С 2012 года руководство и акционеры вернулись к строительству завода и ввозу оборудования, а также купили у IBM лицензию на микросхемы в 90 нанометров. В августе 2016 года заработала пилотная линия. Но уже в сентябре «Ангстренте» попал под американские санкции. Это осложнило работу завода в части экспорта технологий и работы с иностранными специалистами. В 2017-2018 году предприятие стало получать крупные иски от контрагентов. А в декабре 2018 года ВЭП РФ реализовал право залога, выкупив у Роника Инвестненс 100% акций за 1 рубль. Этот шаг был вызван необходимостью развития микроэлектронной промышленности, говорится в отчетности ВЭПа. В январе 2019 года госкорпорация подала иск о банкротстве «Ангстрема». В октябре началось уже конкурсное производство. Требования кредиторов, включенных в реестр, составили 103 миллиарда рублей. Из них 97 пришлось на ВЭП. Предполагается, что завод будет выпускать чипы топологией 130-90 нанометров на производственной линии, которую «Ангстрем Т» запустил на оборудовании АМД. Согласно расчетам Бинпромторга, для развития российских микроэлектронных предприятий необходимо обеспечить подготовку не менее 10 тысяч кадров ежегодно вплоть до 2030 года. А сегодня российские вузы ежегодно выпускают всего около полутора тысяч специалистов, за которых конкурируют в том числе и зарубежные компании. Российские производители начали ощущать дефицит в полупродняках еще в марте. Речь шла о микросхемах, необходимых для создания систем эроглоназ и тахографов. Тайвань – родина микроэлектроники. И мне кажется, наши придумали очень неплохой способ выхода из тяжелой ситуации. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.